Всем привет! Это канал Decommon, канала Linux. В этом видео мы с вами поговорим об Alpine Linux, минималистичный дистрибутив, который стал очень популярен в последнее время. Что такое Alpine Linux? Хочется отметить, что он использует не совсем стандартный стек технологий. Это Musul Lipsy, Busybox и OpenRC. Если немного поподробнее, то что такое Musul Lipsy? Musul Lipsy – это альтернативная реализация стандартной библиотеки C. В большинстве дистрибутивах стандартом является GNU Lipsy или G-Lipsy её ещё называют. Но Musul Lipsy имеет ряд преимуществ. А именно, она быстрая, безопасная, легковесная, ну и можно отнести к лицензии. Лицензия MIT тоже к преимуществу. Быстрая, потому что имеет меньший размер и лучшую оптимизацию. У неё более эффективные алгоритмы сборки мусора. Безопасная, опять же, то что она имеет меньше кода и имеет более строгие проверки кода. Имеет такие функции, как решать проблемы с переполнением буфера. Ну и благодаря меньше кода она и является легковесной. Недостатком по сравнению с G-Lipsy, то можно отнести совместимость на не полностью совместимость G-Lipsy. Поэтому это может привести к некоторым проблемам при запуске некоторых приложений. а также не имеет такую широкую поддержку как G-Lipsy, что может также привести к проблемам установки и настройки какого-то ПО. Ну и есть такой GNU Debugger. Это отладчик на программ. То он не должным образом может работать в некоторых случаях с мусором или ПСИ. И это может услужить как раз таки процесс отладки программ. Идем дальше. Бези бокс. Бези бокс это своего рода такая альтернатива GNU Core Utils. GNU Core Utils является стандартом для большинства дистрибутивов Linux, но разработчики Alpine решили включить Бези бокс. Что это такое? Это базовый набор утилит командной строки. То есть он может в себя включать архиваторы, утилиты для работы с файловой системой, сетевые утилиты, утилиты для работы с процессами, команды для работы с текстом, утилиты для работы с шифрованием. Около 300 утилит базовых установлен, включено именно в Бези бокс. Но это не предел, их может быть больше. То есть когда вы устанавливаете дистрибутив Alpine, можно еще доустановить и другие утилиты, которые включают в себя такой пакет как Бези бокс. Бези бокс он может использовать как мы с вами видим в качестве замены GNU Core Utils и это позволяет как раз таки уменьшить размер самого дистрибутива и использовать этот дистрибутив там где меньше ресурсов. Ну и последнее о чем мы поговорим это OpenRC система инициализации. Опять же по стандарту в большинство дистрибутивах используется система инициализации SystemD. В интернете некоторые не очень хорошо отзываются от SystemD, но OpenRC это как раз таки хорошая альтернатива. Имеет тоже ряд преимуществ простота и легковесность, гибкость и настраиваемость, надежность и стабильность, поддержка множества дистрибутивов и контроль над запуском и остановкой сервисов. К недостаткам можно отнести, что для того чтобы осуществлять контроль над запуском и остановкой разных сервисов, службу вашей системе с помощью OpenRC нужно быть чуть более опытным пользователем Linux. В целом что можно сказать про Alpine Linux. Он был разработан в качестве легковесного дистрибутива для использования во встраиваемых системах. Но интересно что в последнее время стал очень популярен в качестве базового образа для докер контейнеров. Его базовый образ всего весит 8 мегабайт. Это позволяет как раз таки быстро запускать и обновлять контейнеры. Но помимо этого его также можно использовать и как базовую систему для вашего виртуального сервера, к примеру. Перейдем к установке Alpine Linux. Скачать базовый образ Alpine вы можете на их официальном сайте alpinelinux.org и здесь во вкладке Downloads стандартный размер образа базового. Он всего весит около 180-190 мегабайт. Для того как вы его скачали, вы можете его записать на флешку. Здесь в разделе docs можно даже в инсталляции. В инструкции прочитать как записать образ Alpine на флеш-носитель и потом загрузиться чтобы установить. Я буду устанавливать или производить установку на виртуальную машину, поэтому давайте перейдем к виртуальной машине. Я уже загрузился. Такое окно нас приветствует и он просит ввести логин. По умолчанию в базовом образе логин root выводит только логин root. Нажимаете enter и он уже приглашает вас вводить разные команды. То есть не нужно вводить какой-то пароль. Просто root без пароль. Давайте перед тем как я начну устанавливать, мы немножко настроим наше отображение чтобы вам было лучше видно. То есть установим шрифты из интернета и поменяем их. Я настроил интернет в fcd режиме. Теперь могу воспользоваться пакетным менеджером и установить консольные шрифты. Консольные шрифты установлены. Теперь нам нужно ими воспользоваться. Как правило они лежат. Музыки. отлично вот чего что я хотел сделать увеличить шрифт в консоли перед тем как мы приступим к установке alpine linux все для вас дорогие зрители и подписчики ну а теперь когда у нас такой крупный шрифт мы можем приступить к установке чтобы начать установку нужно запустить скрипт называется youtube alpine этот скрипт постепенно или поэтапно будет запускать следующие скрипты которые можно в отдельности запускать то есть и они начинаются с сетуп там допустим сетуп apk repus или сетуп тайм-зона и соответственно в зависимости от того что что написано то она и настраивает но сетуп alpine он поэтапно запускает все эти скрипты автоматически в один раз ввели потом вам предлагается выбрать например раскладку клавиатуры из нужного вам списка мы выбрали раз раскладку клавиатуры дальше имя хоста это имя вашего компьютера ну пусть будет alpine а дальше он предлагает настроить нам сеть можно выбрать по умолчанию чтобы он автоматически настроил на либо можно задать такой знак и он нам покажет что в принципе здесь есть какие интерфейсы но по умолчанию он предлагает нам оставить наш интерфейс который здесь то мы нажимаем просто enter ничего не вводя здесь можно использовать dhcp либо самому вводить адрес есть dhcp он автоматически вам подбирает айпи адрес ну и подобное но можно статически вводить но поскольку я до этого уже настраивал поэтому он мне предлагает меру тот же самый интерфейс который я поднял тот же самый айпи который я использовал поэтому я дальше на заму нажимаю enter здесь тоже enter это и пи вашего роутера здесь этого и ну и дальше он спрашивает со всеми ли настройками интернета я согласен не хочу ли я что-то изменить dns имя как написано на сервере alpine linux их документации не бойтесь оставлять это место пустым мы таки поступим поэтому нажмем дальше enter нет у нас dns имени dns server name я уже задавал у меня два двое есть можете использовать дальше он предлагает изменить пароли кодной записи рут повторяем его наш пароль изменим time zone например вы не знаете что вам нужно ввести вы вопросительный знак уводите и он вам показывает какие имеются тайм зоны и уже вписываете на тайм зоны после этого он задаст вам антоп тайм зону то есть город котором вы проживаете задать помимо того что регион здесь прокси урал тоже можем но он опустить здесь ntp сервер который будет синхронизировать ваш часовой пояс а по умолчанию он предлагает чурони можно open ntpd но говорят что чего не более функциональный более гибкий поэтому оставим его по умолчанию дальше он настраивает разные сервис переходим к настройке зеркал чтобы рассматривать можно просто вниз листой помощью пробел 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 и предлагает ввести нам номер из тех зеркал которые мы прочитали либо r нажать рандомная либо f самый быстрый отберет либо е самому изменить и ввести а ведь нужно вам репозиторий либо можно также написать но он если вы раньше репозитории файл нам по этому пути который здесь указан изменяли и там введены он давайте посмотрим миру я запускал здесь есть несколько репозиторию здесь вот правда можно удалить пусть будет еще подключен комьюнити дальше мы сохраняем это выходим раз пробелы нажимаем и написываем да он готова юзер пароль юзеру дальше предлагает ssh ключ вставить она у вас есть но у меня его нету поэтому вам создадим Долгает установить OpenSSH Да, конечно Пусть устанавливает И вот здесь уже Установка системы Он предлагает выбрать нам диск Который у нас есть Он определил, что есть диск SDA Мы вводим диск Либо можно посмотреть, что он нам предлагает Мы вводим имя диска SDA Дальше, для чего вы хотите использовать диск Для того, чтобы установить систему на диск Вы вводите вот это значение SIS А значение DATA Она используется для того, чтобы Установить систему не на диск Ее можно установить В оперативную память Но об этом всем, об этих значениях Можно также почитать в документации Alpine Там более подробно расписано Прописываем SIS Нажимаем и наша система устанавливает Сначала она наш диск Переконфигурировала Дальше она спрашивает Вы готовы установить Чтите, что все данные на диске Которые были, они будут удалены Мы говорим да И она нам Начинает установку системы Система установилась И он просит нас перезагрузиться Мы можем это сделать InBoot Мы можем загрузиться под нашим пользователем Которые мы создали Но важно учитывать, что на данный момент Пользователь Dicamon Он не находится в группе SUDO Группа для администрирования системы Или группа, которая позволяет пользователям Быть правами суперпользователя Поэтому нужно сначала зайти под root Здесь мы вводим уже root И он просит пароль Мы меняли пароль для root Поэтому мы вводим root Ну и первое, что нужно сделать Это добавить вашего пользователя SUDO Сейчас я установлю шрифт опять SUDO Оно по умолчанию не входит В BusyBox Но его можно доустановить Используем пакетный менеджер APEC От SUDO Он нам говорит, что не может Найти с туду Давайте посмотрим файл репозитории Здесь она закомментирована Как именинити Отлично Отлично Еще раз установим От СUDO Есть СUDO установлено Теперь мы заходим В SUDO Файл В SUDO Здесь ищем root Находим root Копируем И тут просто меняем Не камень Не камень А здесь можно еще добавить No password No Сохраняем Выходим Теперь наш пользователь имеет возможность Выполнять команды от супер пользователя Это такая первичная настройка Как вы уже загрузились в систему Давайте проверим Выйдем Дикамент Пароль И СUDO Мпк Update Ну вот Лично работая Нам видим Что мы теперь можем выполнять команды Помощью Лид и судом Ну и дальше продолжать Устанавливать Разный функционал И работать с Alpine Linux Теперь даже можно Подключиться По SSH А то наш open SSH Он запущен На этом установка Завершена Можно работать Ну можно конечно еще Графический установщик Не графический установщик А графическую Среду Установить По умолчанию XFCE Ну в принципе Можно и кдплазмы И гном установить Он будет прекрасно работать Но это уже тема Другого видео Для того чтобы Использовать Контейнер На базе Образа Alpine Linux То нужно Сначала его скачать Потом создать Так скажем Контейнер Который будет Использовать Базовый образ Alpine И впоследствии Него там Что-либо Устанавливать Контейнера Сейчас Часто Используется Особенно на серверах Для того чтобы Создать Изолированную Рабочую Среду Для какого-то Приложения Часто К примеру Веб-разработки Например В контейнер Могут Установить Nginx Веб-сервер Следующий Контейнер Установить MySQL Настроить Займодействие Между Ними То есть Между SQL И Nginx Своего рода Это такая Безопасность Для вашей Системы Ну и плюс Можно установить Нужные вам Зависимости Только в контейнере А не в вашу Систему И это не сильно Загрязняет Вашу Постсистему Инструмент Которым я буду Пользоваться Называется Он Подман Подман Это такой Инструмент Который Был создан Для управления Контейнерами Он имеет Он имеет Очень Мощный Функционал Управления Контейнерами Также Сетью Контейнеров И тому Подобное Можно Тут О нем Почитать Можно На их Официальном Сайте Также Почитать Основное Преимущество Подмана Он Предоставляет Возможность Запускать Контейнеры Без Необходимости Демонов Ну и Соответственно Рут Прав Вам не нужны Рут Права Чтобы Запустить И в принципе Обрабатывать Контейнеры Это по сравнению Если брать С таким Инструментом Как докер Ну и плюс Подман Он еще Совместим С докером Как с магазином Докер Хаб Так и в принципе Он может читать Также докер Файлы Которые Составляются Для того Чтобы быстро Развернуть Какой-либо Контейнер Но мы Докер Файл Не будем Сейчас Составлять А просто Развернуть Контейнер На базе Образа Alpine Linux Для того Чтобы Создать Контейнер Для начала Нужно Скачать С докер Хабом Образ Alpine Подман PS Показывает Все Запущенные Не запущенные Контейнеры Видим Что на данный Момент В подман Нет Ничего Такого Подман Manches Показывает Такие образы На основе Какого-то Там Дистрибутива Есть образ Майской Пул Нас интересует Alpine И при этом указываем версию Которую Которую мы хотим Латвис Отлично Если мы опять Посмотрим Подман Images То мы видим Что у нас На данный Момент Есть Образ Alpine Linux Который Весит Около Восьми Мегабайт После того Как мы Скачали Образ Нам нужно Вести Такую Команду Как Podman Run Дальше Мы указываем Некоторые Опции К примеру Д Работать В фоновом Режиме Опция И Интерактивный Режим Создать Псевдо Терминал То есть Для того Чтобы Показывать Вывод Контейнера То есть По сути E И Это Возможность Взаимодействовать С Самим Контейнером И Это Интерактив То есть Вводим Команды Контейнеру Т Это Вывод Ответа Контейнера Дальше Name Задаем Alpine Он будет Называться Ну и Образ Который Мы будем Использовать Alpine Latte С которым Мы скачали Нажимаем Enter И Наш Контейнер Он Создан Если Мы Запустим Podman PS То Мы С вами Увидим Что Был Запущен Такой Контейнер 5 секунд Назад Чтобы Чтобы К нему Обращаться То мы Используем EXT EXT И Опции Дальше Имя Указываем Alpine И Дальше Мы можем Использовать Какой-нибудь Ну Например Команду Cut И Дальше От Вывод Хост Система Это Вывод Из Нашего Контейнера Ну И Таким Образом Можно Допустим Разные Выполнять Даже Можно Делать Там Допустим Алиасы Для Всех Этих Команд Это Очень Удобно К примеру Чтобы Войти То Просто Используйте Alpine Облочку Облочку У него Вот Мы Находимся На данный Момент В нашем Контейнере И Здесь Уже Можем Допустим Установить Что-нибудь А пока Python Python 3 Нету А Она Дошла Ладно И Теперь У нас В нашем Контейнере Доступен Python 3.11 Чтобы Выйти Просто Пишем Exit А если Посмотреть На хост Системе То У нас Python 3.11 2 Этот Был Одновлен 13 Марта 9 Июня Вот Так Можно Использовать Базовый Образ Контейнера Точнее Базовый Образ Alpine Для Контейнера И Разворачивать Контейнер И Таимодействовать С ним Устанавливая Какие-то Свои Приложения Допустим Там Я уже Говорил MySQL Postgres Maria BD И Тому Подобно И Это Очень Просто Потом Все Удалить Опять же Все Помощи Подман Подман Мы Просто Берем RM Он Запущен Поэтому Нам Нужно Сначала Stopped Контейнер Остановлен Теперь Удаление Мы Посмотрим 5 PS Ничего Нет Инструмент Подман Это Отдельная Тема Для Разбора Что Такое Подман Контейнер Мы Здесь Обозревали Дистрибутив Alpine Linux В целом В заключении Можно Сказать Что Это Очень Мощный И Гибкий Дистрибутив Linux Который Может Быть Использован Для Различных Задач Благодаря Своему Небольшому Размеру И Пакетному Менеджеру APEC Alpine Стал Очень Популярным В мире Контейнеров Если Вы Ищите Легковесный Дистрибутив Для Своих Задач То Alpine Это Отличный Выбор Это Был Краткий Обзор Надеюсь Что В этом Видео Было Полезным Для Вас Если У вас Есть Какие Вопросы Или Комментарии Пишите Пожалуйста Под До Скорых Встреч Увидимся В Новом Видео